В центре внимания снова Дикий Запад. Ремейк классического вестерна выходит на экраны. Великолепная семерка. Это стоит увидеть и пострелять. Нам нужен человек твоих талантов. Я не продаюсь. Дал присягу Уоррент офицера. Умоляю, помогите. Нас выгоняют из собственных домов. И режут, как скот. Положить конец беспределу и навести порядок в городке на Диком Западе вызываются семеро отчаянных сорвиголов. Есть работа. Желающие найдутся? Трудно. Более чем. Героям противостоит целая армия преступников. Захватывающие перестрелки, драки, погони на лошадях в прериях бесспорно понравятся любителям классического вестерна. Полагаю, у гробовщиков работенки прибавятся. Все это очень плохо кончится. Дети – наша работа. Такой слоган у новой мультяшной ленты. Аисты. Смотреть всем, кому исполнилось уже шесть лет. Испокон веков аисты доставляли младенцев. Не всегда было просто. Но какой бы непосильной и тяжелой ни была наша ноша, какой бы невыполнимой и безнадежной ни казалась задача, мы всегда справлялись. Все это в прошлом. Теперь птицы разносят почту и работают на интернет-компанию. Но однажды Аист активирует машину по производству младенцев. На свет появляется малышка. И теперь птицы должны найти ребенку подходящих родителей. Эта семья не получит ребенка, которого они так хотели. Если эта малышка найдет свою семью, то, может, и мне удастся. Крейсер – так называется новый боевик. В принципе, ничего необычного. Как всегда, добротно сделанный экшен в главной роли звезда Голливуда Николас Кейдж. Основана на реальных событиях. Президент Трумэн выбрал вас для миссии особой важности. В центре сюжета секретная операция американского военного флота, которая происходит в конце Второй мировой войны. Военный корабль, перевозивший тайный груз, потоплен японцами. Выжившие моряки остаются одни в океане. Как выжить в окружении японских подлодок и акул, почувствовавших запах крови. Некоторые сцены просто оледенят душу. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии. Встретимся ровно через неделю. Смотрите кино.